Сегодня Баку начал военные действия против Нагорного Карабаха. Это, по сути, широкомасштабная война против Нагорного Карабаха. Вы лично ожидали такое? Да, ожидал. Все к этому шло в течение последних недель. И после того, как застоприлась подготовка мирного договора, создавалось впечатление, что Баку готовится к тому, чтобы решить по-своему карабахский вопрос окончательно. Более 9 месяцев блокады, а потом военное нападение. Тогда зачем надо было блокировать Арцах столько времени? Блокировать по логике я не знаю, конечно, чем они руководствовались. Но, скорее всего, это была попытка склонить Степанакерт и Ереван к каким-то уступкам при заключении, соответственно, мирного договора согласиться на те условия, на которые Степанакерт и Ереван не соглашались. Баку сообщает, кстати, что проинформировал российских миротворцев, а Захарова говорит, информация поступила за несколько минут до нападения. Все-таки это важная деталь? Это важная деталь, но мы не знаем, какова в данном случае правда. Одни склонны верить Захаровой, другие – Баку. – Что забавно, МИД России призывает конфликтующим сторонам остановить кровопролитие в Карабахе. То есть защитникам Нагорного Карабаха следовало сдаться сразу, а не сопротивляться по логике заявлений МИД России. – Я могу добавить к вашему намекающему вопросу и то, что в заявлении МИД России, то, как его огласила Мария Захарова, нашлось место для укоров, определенных в адрес Николы Пашиняна, который сделал, как она выразилась, недословно, но по смыслу целый ряд антироссийских выпадов. – В данном случае это, конечно, не нейтральное заявление стороны посредника, а скорее заявление стороны, которое находит место, еще раз говорю, в данной ситуации упрекнуть армянское руководство в каких-то ошибках. – Что интересно, до день нападения Баку пропустил по одному грузовику, по Агдамской дороге и по Лачинскому коридору. И все стали приветствовать гуманитарный шаг к Баку. Прошел день, и вот широкомасштабная война. – Мы не знаем, является ли это частью какого-то злокозненного плана, или же вспышка военных действий произошла в результате провокации. В данном случае у двустороннего открытия коридоров как с Азербайджанской, так и со стороны Лачинского коридора была своя логика, и это могло облегчить гуманитарную ситуацию в Карабахе. Но, к сожалению, события пошли по другому сценарию. – Да, еще одно. Несколько дней назад Баку уверяла Ирану, что никакого нападения не готовится. Ирану беспокоило накопление войск на границах. От Ирана пока нету никакого сообщения и заявлений сейчас. – В Иране сейчас находится глава Минобороны России Сергей Шойгу. – Да. – Наверняка они обсуждают эту тему сейчас непосредственно. Я не думаю, что Иран станет связываться в полномасштабную войну за Карабах, учитывая, что за Азербайджаном стоит Турция. – Ну, это же не только за Карабах, Георгий, согласитесь. – Для сторонних наблюдателей это война за Карабах. – Есть подозрение, что Баку попытается вовлечь Армению в военную эскалацию. Но это уже схема большой игры, где, наверное, появится и Турция в главной роли. – Ну, если Азербайджан пересечет международно признанные границы Армении, это будет, конечно, серьезный шаг в эскалации конфликта. И тогда в Армении появляется официальный повод обратиться не только в ООН, но и в УДКБ, для того, чтобы добиться внятного ответа в плане защиты ее территориальной целостности. Это является одним из пунктов устава УДКБ, по которому можно обращаться в эту организацию. – А УДКБ существует? – На бумаге, конечно, существует. Оно проявило себя в последние годы, разве что в Казахстане. – Экс-генсек НАТО Расмусен требует остановить Азербайджан. Ну, Расмусен, согласитесь, важная фигура, нет? В таких конфликтах. – Ну, да, но требовать это сейчас все требуют, остановить военные действия. – Ну, если они откажутся, говорит Расмусен, должны последовать санкции. Это возможно сейчас? – Могут принять какие-то санкции, но не такие, чтобы уж прям удушить Азербайджан. – То есть, или остановить Азербайджан? – Я не думаю, что это будут какие-то санкции, которые сравнимы с теми, которые действуют в отношении России. Какие-то символические могут принять. – Европарламент тоже предлагает ввести санкции? – Да, Европарламент предлагает ввести санкции. Но Европарламент не вводит санкции, их вводит консенсус стран-членов Евросоюза по инициативе Еврокомиссии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова